всем привет искал дополнительный свет для смартфона для камеры посмотрите какую фигню я нашел реально классная штуковина от фирмы уландзи уландзи китайская контора которая занимается производством различных различного допс так сказать оборудование доп крепежей gopro к диджай камерам к различным различные кронштейны вот из того что у меня раньше было от них вот я покупал такой кронштейн для крепления смартфона посмотрите это все из алюминиевого сплава металлическая здесь и металл есть и алюминий посмотрите какой толщины то есть контора делает надежные качественные кронштейны ну и также различные треноги различные тоже вот варианты разных фигурен ну она как мелочь вроде бы но полезная и вот опять же столкнулся с тем что думал там или сэлфи вот эту лампу круглую купить короче что-то дополнительное потому что освещенность напрямую влияет на качество картинки вот ты снимаешь независимо на что на камеру на смартфон или на что-либо еще и в недостаточной видимости какой бы матрицей не обладала устройство качество видео будет хуже при чем при хорошей освещенности отдельно покупать как бы лампу посмотрел я они идут во первых некачественные во вторых они менее универсальные просто лампа тебе на три ноги и все а вот я нашел вот такое вот устройство можно назвать рамка или клетка даже универсальная для много чего комплект кабель смотрите какие вставочки у них сиреневые рамки вот такие вот окантовки тайпа тайп си для зарядки вот этого вот устройства кронштейн для крепления смартфона в данном случае пластиковый вариант но и хорошо что он пластиковый потому что он не тяжелый если я буду использовать этот то он тяжелее и уж самок само устройство они нелегкая да плюс еще и тяжелый кронштейн будет это все утяжеляет здесь на большой смартфон год iphone 14 pro max ну свободно она все устанавливается то есть вопросов с этим нету классно качественно держится и посмотрите вот у ландзи они все мелочи продумывает вставки с резьбами и там и там то есть для универсального у спаль использования и смотрите под холодный башмак крепление имеется то есть все моменты ты можешь из этого устройства не обязательно использовать вот эту рамку а даже вот отдельно использовать этот кронштейн установив в него смартфон прикрутив треногу например такую и вот у тебя уже такая себе такой себе кронштейн для съемки удобный со смартфона с подставкой кстати есть такие треноги не обязательно вот с длинными ногами есть вот такие коротыши вот такие также есть очень удобно все это дело имеется встроенный аккумулятор представляете модель у 200 температура свечения ламп 2 500 кельвинов 8 500 кельвинов диапазон 5 вольт 2 ампера 20 ватт мощности и это кстати немаловажно вот это вот рамка намного мощнее чем некоторые обычные вот как они там селфи лампы или для стримов стримерские лампы вот это вот рамка нам помощнее те там 10 ватт идут ну есть и 30 но они более объемные более там ради радиус большой диаметр стройный аккумулятор 74 вольта 8000 миллиампер час то есть ты зарядил это устройство и она у тебя получается не не зависит от кабеля не нужно шнурок таскать аккумулятор встроенный и плюс еще какой плюс огромный что это устройство также может служить powerbank закрепил ты сюда телефон или камеру подключил кабелем и она подпитывает аккумулятор твоего смартфона подпас понятно что в режиме включения света до плюс еще зарядки аккумулятора гаджета надолго аккумулятора не хватит но это именно режим для подзарядки не хватает у тебя там до съемки до окончания съемки немного совсем ты подключил смартфон или камеру и доснимал резиновые ручки такие есть свои минусы могли бы сделать конечно какие-то здесь еще может быть открывающиеся ручки чтобы не держать и не перехватывать не прикрывать свет от вот этой вот этих частей ламп смотрите с этой стороны регулятор или регулятор колесико яркости яркости и регулятор температуры свечения включение выключение индикация заряда аккумулятора один раз нажали и посмотрели в каком состоянии у нас по заряженности аккумулятор ноги есть не знаю из чего металл металлические пластины такие вот ноги на случай если это тебе нужно кстати устойчиво нормально как временный вариант поставить и вести запись например с этих ног также можно но имеются также и резьбы посмотрите в этой части резьба также берем треногу прикручиваем и служит она у нас ручкой можем держать для удобства если не хотите держать здесь и не хотите перекрывать нужен вам свет с этих вот частей то можно использовать такую вот ручку для съемки и также есть резьба в этой части то есть все предусмотрено можно с ним снимать как горизонталь так и в вертикальном положении вот тогда у вас будет сэлфи режим здесь установлен смартфон ведем съемку со светом посмотрите еще какой классный вариант имеются три варианта крепления под холодный башмак это что говорит это говорит о том что мы можем сюда прикрепить дополнительный микрофон выносной вот вариант крепления у него есть сейчас практически у всех микрофонов у всех устройств может на камерный свет какой-то может дополнительный светильник вот вы можете это использовать и суда можно крепить как проводные таки беспроводные микрофоны например нужен беспроводной вариант закрепляем базу суда вот в основном беспроводные микрофоны также имеют крепление под холодный башмак и дальше проводом соединяем базу со смартфоном или с камерой а два приемника передатчика у нас в режиме записи аудио кстати по микрофонам канут кому нужно сейчас идут ко мне очередной комплект беспроводных микрофонов именно для iphone ну сделаю я вам видео обзор кому важно кому нужен хороший звук и есть момент это же по беспроводным микрофоном какие выбрать и также возможность крепления вот три варианта три места под холодный башмак это также очень классно давайте ближе к делу кстати и здесь показывал я до показывал крепим кронштейн в моем случае буду на смартфон крепление устанавливать и устанавливаю смартфон все плотненько все хорошо держится режим съемки горизонтальный проводим или вертикальном режиме также снимаем с дополнительным освещением нажав и удержав кнопку мы включаем свет сейчас температура свечения две с половиной кельвинов 2 500 кельвинов это можно видеть даже и на смартфоне как это все происходит изменяем температуру свечения плавно регулятором а это у нас яркость изменяется вот видно не знаю на камеру будет видно или нет и у нас задействован полностью сектор с желтыми с теплыми светодиодами и сейчас я других другой крутилкой буду изменять температуру свечения также это все делается плавно вот видно сейчас не знаю или нет давайте уменьшую яркость как задействуются другой сектор вот сектор с холодными светодиодами и можно сделать полностью холодную картинку 8 500 кельвинов яркость очень достойная именно та лампа которая светит не просто ради галочки а именно светит и она реально будет помогать вам в съемке среднее положение и желтые и белые и максимальная яркость но здесь вообще бомба свет такой дневной который должен быть который эффективен при съемке но опять же смотрим какая нам яркость нужно потому что видите вы не всегда хорошая яркость то есть пусть сильная яркость нужна для видеосъемки это все вы регулируете но факт тому что есть возможность и это очень классно смотрите еще что есть один один раз на кнопку щелкаю и у нас выключается вот эта часть там где мы держим руками рамку по идее должны держать один раз включу нажимаем подключаем эту часть светодиодной рамки и также индикация по заряду аккумулятора оставшемуся также есть нажимаем удерживаем выключаем наше устройство супер gopro десятка как никто нуждается при плохой освещенности в таком вот устройстве не говорю даже про темноту ну вот даже в помещении когда проводишь съемку и там обычная обстановка не нет яркого света gopro десятка сразу показывает плохую картинку то есть дополнительное освещение нужно на улице при солнечной погоде в помещении при ярком свете но неестественно ярком не при том при котором обычно живут люди не при комфортном gopro снимает хорошо только немного не хватает освещенности и все видно что картинка сыпется появляются артефакты появляются шум и поэтому для нее также будет полезно если вы хотите получить качественную картинку для нее будет полезно это устройство и есть вариант крепления также такой же вот камеры gopro направили как нужно и снимаете ведете съемку включили свет дополнительно прикрутили если нужно ручку нужно ручка не нужно можно держать за саму держать за саму рамку устройства и снимать также сюда можно установить и большую камеру fujifilm xs 10 до без вопросов без вопросов без вопросов есть резьба и прикручиваем хорошо фиксируем тут надо хорошо зафиксировать главное что здесь все качественно именно сам пластик и как бы тяжело будет ему его поломать даже увесистой камере вот все и ведем съемку опять же с дополнительным освещением все это вот так будет выглядеть и я вам скажу что она вполне компактно такая вот клетка с дополнительным освещением очень классно опять же микрофоны направленные проводные беспроводные базы с подключением длина камеру шнурка все это возможно давайте посмотрим реально ли устройство может служить пауэрбанком подключаю разъем юсби а и подключаю iphone да идет зарядка зарядочка идет то есть как пауэрбанк также может выступать это устройство при этом да здесь индикация есть и если взять отключить его зарядка прекращается на один раз нажали зарядка идет то есть включение выключение пауэрбанка такое себе есть инструкция такая же качественная плотная все также здесь расписано по регуляторам по индикации и по характеристикам можно посмотреть сколько светодиодов по 100 штук белого теплого свечения и холодного максимальная яркость показатели аккумулятор 8000 миллиампер час и все здесь есть по времени также есть и и заявлено что есть поддержка быстрой зарядки 4 и 5 часа в режиме быстрой зарядки если вы используете блок с быстрой зарядкой и нормальная зарядка время от полно до полного заряда от полностью разряженного аккумулятора 7 часов наверное спросите почему не взвесил устройство выглядит она тогда вроде бы тяжелая сейчас посмотрим 650 грамм ну и так как это автономное устройство его можно использовать не стандартных каких-то условиях например нужен вам свет подключают часто электроэнергию или же в палатке в туристы взял ты поехал куда-то нужен тебе раз рассеянный свет в палатке установил вверху и у тебя именно вот за счет того что хороший рассеянный свет вот эти светофильтры стоят они рассеивают рассеиватели и получаешь классный рассеянный свет при любой температуре тебе нужной диапазон регулировки температур свечения тоже на очень высоком уровне нету здесь вот этих ненужных rgb режимов цветных мигающих стробоскопов ничего это не здесь нету тут все по делу на сегодня все оставляй комментарий по этому устройству я например рад что приобрел реально полезное ну кому кому будет полезно и кому нужно кто чуть-чуть интересуется съемкой там или для себя сейчас видел видеоблогеров на увеличивается количество размножаются они как нас на дрожжах поэтому наверно будет многим полезно после что следующее идет беспроводные радио микрофоны уже в маленьких корпусах покажу вам свои которыми я пользуюсь расскажу потому что люди многие спрашивают а чтоб понять как они работают нужно какое-то время этими устройствами попользоваться и потом я вам уже расскажу придет там новинки ко мне ибо расскажу покажу вам как это все работает и как нужно выбирать поэтому подпишись на канал кому интересна эта тема и оставляй обязательно свой комментарий делись видео в telegram заходите там вся связь моя с вами всем удачи до следующих видео